всем привет с вами буфинг и сегодня новый выпуск программы вот этой игры и сегодня мы будем вспоминать такую игру как unreal просто просто unreal и причем unreal издания gold вообще чем память он del unreal все-таки это игра которая ну все-таки это был прорыв это был прорыв прорыв графической составляющей прорыв в игровой вообще вообще-то был прорыв просто зачем пояснять чем именно эта игра которая сделала огромный шаг вперед в игровой индустрии но как сама игра она конечно же тоже была классная. И вот спорить по этому поводу тоже нет никакого смысла. Вы спросите, почему именно ты считаешь, что игра там классная? Потому что, вот знаете, как вам так сказать, вот если смотреть на нее сейчас, то можно с уверенностью сказать, что там ничего хорошего, вообще ничего хорошего, но в те годы она просто была великолепна. И описать все это невозможно. Это нужно вернуться в то время и поиграть в нее именно тогда. Потому что сейчас любой человек, который не играл в нее в свое время, посмотрит и скажет, что там просто, блядь, мегаммище, которая, ааа, как можно в такое играть? Оказывается, можно и можно еще и получать удовольствие. Все плюсы анриела, конечно же, сейчас будут вам рассказаны. Вообще, в чем же хорош анриел, и в чем хороши игры прошлого? Они хороши тем, что весь геймплей поставлен на исследовательскую часть, то есть ты можешь спокойно брать и исследовать мир. И тебе это должно не просто как бы, так сказать, нравится, ты от этого кайфуешь. Вообще, раньше разработчики как бы старались сделать не просто как бы хорошую игру. Они всегда старались сделать атмосферную игру, то есть игру с глубочайшим смыслом, глубочайшей атмосферой. И многие-многие играли и получали от этого удовольствие. Вы спросите, почему как бы разработчики старались создать атмосферную игру? Потому что разработчики, как вы сами должны понимать, раньше заставляли вообще их делать игры не зарплата и не еще что-то. Просто они хотели создавать игры сами по себе. То есть они хотели создать прорыв в жанре или еще что-то. Сделать шикарную игру, шикарную графику. А уж только потом они рассуждали о деньгах. Конечно, деньги тоже всегда стояли в первую очередь. Это было всегда так. Но в свое время разработчики старых игр всегда нацеливали себя исключительно на вот то, что я вам сейчас сказал. Конечно же, главный плюс андрейла это чисто исследовательская часть игры. То есть в игре все поставлено, как я уже говорил, на исследовании. То есть ты должен залезть там туда, в потайной ящик, туда. И от этого, знаете, просто, ну, 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 классно. От того, что ты пытаешься найти где-то исход, пытаешься спасти себе шкуру, пытаешься, пытаешься спасти себя хоть как-то. То есть ты окунашься в весь мир просто целиком. Такой атмосферы, как в анриале, ну, я не видел давно. Нет, конечно же, есть такие атмосферные игры, но вот что они уж прям вот такими, какими они будут, это уж тяжело, конечно, сказать. Есть и Чужой против Хищника, классная игра. Но вот анриал это тоже великолепная часть, вообще великолепная игра. И, как я уже сказал, это был чистейший прорыв в жанре. Если вы со мной сейчас не согласны, то вы просто на самом деле не играли в анриал. И, к сожалению, это так. Играть в анриал все-таки нужно исключительно тем, кто играл раньше в него. Как я уже сказал, что сейчас навряд ли вас сможет затянуть эта игра. Как бы это прискорбанно не звучало, но все-таки это правда. Наверное, потому что игра создана была для тех времен, а не для сегодняшних. Вам сейчас покажется этот геймплей очень сложно. Вы скажете, что здесь сложного? Ведь это все просто. Чего? Чего может быть сложного? Идешь там, бежишь, стреляешь там, не знаю, мастурбируешь или еще что-то. На самом деле, понимаете, здесь весь геймплей поставлен на загадках. Везде, везде есть загадки. Если вы скажете, что загадок нет, то вы просто ошибаетесь. Загадки присутствуют вообще целиком и везде. Вся игра поставлена исключительно на загадках. Ты не знаешь, куда идти, ты не знаешь, что делать. Нужно подергать тот ручажок, тот ручажок. Все эти ручажки дергаешь и от этого получается эффект. Какой-то эффект. Что-то где-то открывается, ты бежишь туда, ищешь путь для своего спасения. Если не находишь путь своего спасения, то и движешься дальше. И вот так вот ты пытаешься исследовать этот мир. И ты, честно говоря, исследуешь его и получаешь удовольствие от этого. Конечно, вообще в целом игра это не только, как я уже говорил, прорыв в жанре. Это просто игра с, еще раз могу повториться, отличной атмосферой. Атмосфера, знаете, такой безвыходной ситуации, когда ты даже не знаешь, что тебе нужно делать. Просто это удивительно, ну реально, это классно. От того, что все удивительно красиво, от того, что удивительно запоминающе, от того, что все оригинально. Оригинально, то есть игра представляет собой исключительно только оригинальные вещи. Ничего не своровано, ничего не спизжено, все свое. Исключительно свое. И если вы думаете, что Unreal плохая игра, то просто вы ошибаетесь. Конечно, мало кто посмотрит обзор и подумает, что я говорю какую-то правду или еще что-то. Многие из вас подумают, что я просто несу полный бред. Но, но вы, если вы все-таки хотите, вы сыграйте в Unreal и, наверное, получите удовольствие от этой игры. Ну, не уверен я, но попробуйте, попробуйте. Все-таки игра, ну старая, атмосферная, классная. И таких загадок давно я не видел, просто реально загадки. Все сделано, ну реально, на план исследования. Конечно же, шутерная часть может быть не такая великолепна. Там анимация противников не великолепна. Но на то время это было все просто топово. Это лучше, лучше этого, понимаете, навряд ли было. Конечно, тогда был Бикнюкен. Все было, но Unreal это есть Unreal. И Unreal никуда не денется. Это одна из лучших игр вообще в целом на планете Земля. Так что играйте в Unreal, получайте удовольствие от старых игр. И вообще, почаще вспоминайте прошлое. Все-таки Unreal того стоит. И если вы со мной не согласны, то попробуйте, пройдите. Я посмотрю, что вы скажете. Ну это, наверное, все. С вами был Волкинг, программа вот этой игры. Если вы, конечно, подумали, что я ничего конкретного не сказал. Да потому что по Unreal что-то конкретно сказать тяжело. Это все-таки все поставлено на воспоминания. Так что игра представляет собой груду. Что груду? Просто огромную кучу воспоминаний и только. Потому что игра создана для тех, кто все-таки любил раньше играть в шутеры. Настоящий шутер, ты знаешь, олдскульдный шутер. Идешь вперед, не знаешь куда идешь, не знаешь зачем идешь. Почему? Просто ты очнулся и тебе надо куда-то идти. Тебе надо спасаться. Тебе надо исследовать мир. Ты его берешь, исследуешь. Потом пропадаешь. Потом не знаешь. А, а, а. Потом ты проходишь через, не знаю сколько, через 40 часов. Ты проходишь игру и ты рада, что ты ее прошел. Ты понимаешь, что ты герой. Ты понимаешь, что ты лучший. Так что, наверное, закончим мы на этой хорошей теме. Вы, парни, лучшие. Ну, наверное, большинство из вас. Ну, если чмошники, это понятно. Ну, в большинстве вы нормально, пацаны. Так что, я желаю вам играть только в хорошие игры и почаще реально вспоминать об новом. Так что, смотрим мои обзоры, подписываемся, комментируем, лайкуем. Чем вы обычно занимаетесь, короче. Пока.